Всем привет! У нас сегодня на тест-драйве легендарный автомобиль, который в свое время даже обогнал по продажам такой легендарный, мега-популярный автомобиль, как Zikr 001, только лишь потому, что Zikr был недоступен к заказу 2 года назад. Мы выискивали эти автомобили по крупицам по всему Китаю, у перекупов и у просто физических лиц, которые хотели на этом заработать. С этого автомобиля началась моя карьера экспортной компанией AT в городе Гуанчжоу. Самый первый автомобиль, на котором мы оформили экспортную лицензию, это был Voyager Free в небесно-голубом цвете, цвет лопнувшей надежды. Voyager Free проработал все свои детские болячки и сейчас этот автомобиль точно так же остается одним из самых запрашиваемых автомобилей. В частности, этот автомобиль сейчас можно найти в стоках в западной части России, во многих дилерах этот автомобиль скупают достаточно очень часто. Всего несколько дней назад вышла Voyager Free 318, этот автомобиль стал уже рестайлом, рестайлинговой версией. В передней части она стала более агрессивнее, спортивнее. Voyager Free сейчас выделяется из общего потока автомобилей. Надо сказать, что эта версия все-таки уже более проработанная. Здесь устанавливаются новые полуторалитровые четырехцилиндровые двигатели, которые не были установлены на предыдущей модели. 120 кВт, точно так же он заряжает аккумуляторную батарею. Доступны сейчас две комплектации Voyager Free 318 и она будет только гибридная. Электрическая больше не рассматривается к производству. Заднеприводная версия, 200 кВт двигатель устанавливается. На одном заряде проезжает электрическая 300 км+. Общий пробег от бензогенератора и электродвигателя больше 1400 км. Но понятно, что все это не будет работать в реальной жизни. Тем не менее, полноприводная версия доступна всего лишь на 20 тысяч юаней дороже. Но она уже с пневмоподвеской. Проезжает 259 км на одном заряде. 1300 км, если вы будете тошниться, 20 км в час по прямой не оттормаживаясь. Резину поставили. Мишлен, наконец-то автомобиль стал действительно очень тихий. И едет он намного мягче, чем самая первая, до рестайла 22 версия. В автомобиле сейчас двигатель работает очень тихо. На руле не чувствуются никаких вибраций. Об этом мы скажем позже. Габарит автомобиля 4905 мм на 1950-1645 мм. Колесная база 2960 мм. Клиренс 150 мм. Если устанавливается помимо, то 170 мм. Возможно поднять автомобиль на 10 см. У заднеприводной версии двигатель 200 кВт, 410 ньютон метров крутящего момента. С нуля до сотни разгоняется за 7,6 секунд. У полноприводной версии совокупная мощность двигателя 360 кВт, 720 ньютон метров крутящего. С нуля до сотни за 4,5 секунды. Автомобиль ездит на 95-м бензине. Аккумуляторная батарея в заднеприводной версии 39,2 кВт в час. В полноприводной 43 кВт в час. Багажник 560 литров разложен в состоянии. Сидение 1320 в разложенном. Бензобак рассчитан на 56 литров. Колеса 255-45, 20 мишлен, как я уже говорил. Красный цвет тормозных суппортов сейчас бесплатный заказы. Но вообще в будущем должен стоить 8620 юаней. Ой, я фрик, к сожалению, разочаровываю тем, что нет доводчиков. Насколько я знаю, они, по-моему, даже их нет в топовой комплектации. Топовую комплектацию, если заказать, как я уже сказал, срок ожидания примерно 1 неделя. Что мне понравилось, как они проработали водительское сидение. Как они заявляют, это прям как топовое кресло для киберспортсменов. Ну, действительно, настраивается очень хорошо. Вот, если сравнивать в предыдущую версию Дуристайла, вот этот дизайн карты дверей, очень удобный для руки. Мне нравится, мы вот проехали мы на ней примерно 50 километров. Я вам скажу, что это прям топ решает. Главное отличие от того, что перенесли рычаг КПП на руль, что мне кажется, достаточно правильное решение. Также гитару проработали, сейчас она выглядит как автомобиль достаточно премиального уровня, а не за какие-нибудь 50 тысяч юаней, которые ломаются на следующий год. Выжимаем педаль тормоза вниз, драйв. Так, еще чуть поднастроим. Разгон с нуля до сотни за 7,6 секунды. Заднеприводная версия 4,5 секунд заднеприводная. Погнали. Нажимаем. Долго разгоняется, долго. Так, здесь мы поворачиваем. У автомобиля очень много заточено на то, чтобы автомобиль был безопасный постоянно. Какие-то звуки о том, что слепые зоны или помехи, если открывать дверь и прочее, тут постоянно что-то тебя предупреждает о чем-то. И каждый раз ты начинаешь напрягаться. Но к этому всему привыкаешь. Также считывание знаков, что мне нравится, достаточно удобно и информативно показывается на приборной доске. Сразу надо отметить, что 203 километра осталось на одном заряде. Это заднеприводная версия, как я сказал, 64%. Аккумулятор на батарее, что, как мне кажется, достаточно неплохо. 561 километр остался запас хода на бензогенераторе. 95-й бензин, 60 литров бензобак в ходе 95-го. Не хватает, конечно, проекции на лобовое стекло. Это, наверное, один из минусов, который мне сразу не понравилось. Но как они проработали вот этот туннель? Во-первых, беспроводная зарядка, к сожалению, одна на 50 ватт. Вот этот переключатель режима вождения, подъема, опускания приборной доски тоже сюда вывели. То есть она раньше была сбоку. Как я сказал, переключатель перенесли. Это гениальное решение для этого автомобиля. Хорошо, прекрасно, мне очень нравится. Руль остался точно таким же, за исключением того, что проработали кнопки. Также добавили хром. Прекрасно. Никакой вибрации не чувствуется на руле от того, что сейчас работает бензогенератор. 795 километров проехал автомобиль. Воздуховоды. Все это осталось механическое. Нормально. По сравнению с версией 2022 года, этот автомобиль очень оставляет приятные ощущения послевкусия. Заднеприводная версия. Нажимаешь на педаль газа, автомобиль разгоняется очень мягко, очень плавно. По навигации мне нравится, что очень легко можно настроить звуки навигатора. Очень легко настроить основную аудиосистему. Ну и настройка яркости экрана. Все это работает достаточно на пятерку. Шумоизоляция проработанная. В частности, как я сказал, вместо пирели стоит резина Michelin. И это прям очень сильно чувствуется. Автомобиль стал мягче. Колеса остались точно так же 20-й. Двухслойные стекла вкруг автомобиля. Пневма в этом автомобиле не заявлена и невозможно ее доустановить. Но есть один маленький нюанс. В этом заднеприводная версия, даже сам производитель заявляет, по снегу достаточно будет малоэффективная. Китайский рынок гибридных автомобилей сейчас в каком-то безумном вообще кстати находится. Потому что автомобили становятся дешевле, но функций, которые они вкладывают в этот автомобиль, становятся больше. Хотя это не касается Воя Фри. Хоть это и достаточно конкурентный автомобиль по сравнению с Лисянг Л6, как мне кажется. Но в этом автомобиле стоит еще старый куалкомовский чип 8155. Я не скажу, что он медленный, малопроизводительный, но все-таки для современных реалий в городских условиях вождения этого уже становится мало. Опять же не касается российский рынок, потому что весь автопилот, который сюда будет интегрирован для того, чтобы автомобиль мог самостоятельно парковаться, ехать по платным дорогам, менять полосы, обгонять, менять разные уровни дороги. Все это будет доступно только в России, потому что это все записано на Байду-картах на внутреннем китайском, на внутренней китайской платформе. Шумоизоляция здесь твердая пятерка, а вот в отношении вибраций, вот как я сказал, пневмо сюда просится. Автомобиль трусит достаточно серьезно. Безрамочное салонное зеркало, зеркала с подогревом, индикация слепой зоны, автоскладывание, понятно, это уже must have. Мало кто что-то делает, уже меньше, но тем не менее, все продумано в этом автомобиле таким образом, что вот я сижу, я не настраивал зеркала под себя. Если сравнивать с тест-драйвером, то у нас абсолютно разные настройки под сиденье, но даже с его настройками в автомобиле достаточно очень большой и хороший обзор. Хотя зеркала настроены из рук вон плохо. Вот по управлению здесь также проработанная двухрычажка спереди и многорычажка сзади, потому что она, как заявляется производителем, очень сильно проработана и сделана таким образом, что срок службы у подвески должна быть чуточку больше, чем у предыдущих моделей. Это был тест-драйвер ВОЯ-ФРИ 318-2025. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Экспортная компания AT. Мы экспортируем не только автомобили из Китая под ключ, но и также товары. Мы находим, закупаем и везем под ключ, если вам нужно, на склады маркетплейсов, Вайлбриса, Зон и прочее. Всем спасибо и увидимся на следующем тест-драйвере. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok